здравствуйте мои дорогие друзья христос посреди нас ну вот и наступила среда а значит мы читаем евангелие ура на этой неделе мы успели встретиться несмотря на кучу дел я встречаю вас на своем весеннем уже совершенно балконе как вы видите в израиле весна уже вступает свою последнюю фазу уже совсем совсем скоро у нас начнется засушливое лето так что можно сказать наслаждаемся последними более или менее прохладными денечками и свежей зеленью потому что конечно летом у нас все становится желтым и жухлым впрочем и в этом есть своя прелесть и вы это даст бог еще увидите ну а мы с вами продолжаем читать евангелие от луки сегодня мы начинаем 11 главу продвигаемся мы действительно не спеша но зато стараемся вчитываться вдумываться беседовать поэтому так не торопясь мы читаем и вот сегодня одиннадцатая глава это стихи с первого по девятый и бысть вник добыте ему на месте некоем молящуся и яку приста речи некий от ученик его к нему господи научины молитесь а яку же и иоанн научи ученики своя речи же им егда молитесь а глаголите очи наш и же на небесех да светится имя твое да приидит царствие твое да будет воля твоя яку на небеси и на земли хлеб наш насущный подавай нам на всяк день и остави нам грехи наши ибо и сами оставляем всякому должнику нашему и не введи нас во искушение но избави нас от лукавого и речи к ним кто от вас и мы друга и едет к нему полуноще и речет ему друже дождь ми взаим три хлебы понеже друг прииди с пути ко мне и не имом часо предложите ему и той извнутрь от вещав речет не твори ми труды уже двери затворены суть и дети моя со мною на ложе суть и не могу восстав дате тебе благолю же вам аще и не даст ему восстав за ней есть друг ему но за безотчество его восстав даст ему елико требует в этом евангельском чтении мы с вами впервые слышим молитву отче наш начнем как всегда немножко с географии а потом поговорим о самой этой удивительной молитве есть на святой земле две точки которые почитаются местом где была дана молитва очень наш но на святой земле действительно часто святые мест его святые святые места вообще дублируются да но в данном случае это не та ситуация когда есть просто два альтернативных места например одно почитается православными другое католиками в данном случае оба места находится у католиков и казалось бы не совсем понятно почему же их два все-таки они одно дело все в том что в евангелии от матфея однозначно понятно что молитва очень наш дана была в нагорной проповеди а это значит точно в галилее на горе блаженство который я вам уже когда-то рассказывал то есть на одном из холмов на берегу галилейского моря когда господь проповедовал там он дал эту молитву однако у евангелиста луки несколько иные обстоятельства здесь нет точных указаний где была дана эта молитва если мы с вами заглянем снова самое начало мы видим и быть в них добыть ему на месте некоем молящийся то есть не указано да никакая точка в каком-то месте господь был молился и вот есть такие мнения что это было в иерусалиме почему потому что в предыдущей главе мы с вами читали о том как господь ходил в гости к марии и марфе господь всякий раз когда приходил в иерусалим останавливался у марфы марии и лазаря они жили в евангельском селении вифане это была маленькая деревушка они тоже уже когда-то вам рассказывала эта деревушка находится примерно в получасе может быть 40 минутах ходьбы от иерусалима по ту сторону ленской горы то есть это фактически пригород ближайший самый пригород не только иерусалима старого города да скажем так и вот поэтому предполагают что вот эта молитва была дана второй раз молитва очень наш на или онской горе это наше древнее такое палестинское местное христианское предание и на это действительно есть если не точное указание то некий намек в евангелии и вот на илионской горе есть монастырь отче наш тоже принадлежит францисканцам католикам сегодня однако на этом месте когда-то была построена самая большая базилика на илионе базилика элеона построила ее царица елена и почему еще считаю что действительно на этом месте была дана молитва очень наш когда раскопки этой базилики велись там обнаружили древнюю надпись молитвой отче наш на древнем иврите соответственно то ли храм так был украшен ну что для византийских времен скажем так не очень типично то ли все-таки это что-то осталось от первых христиан которые это место видимо почитали местом молитвы отче наш вот так интересно и теперь в этой базилики на ее раскопках молитва очень наш висит на разных языках вот так католики решили это место отметить очень интересное место там небольшая плата есть за вход 3 доллара но в былые времена конечно по желанию группы мы это место посещали и вот сама по себе молитва отче наш как считает блаженный ироним стридонский это была та молитва которой христос молился сам почему потому что нигде нигде вы не найдете ветхом завете обращение отец мой к богу и здесь тогда понятно становится что господь всыновляет нас богу отцу через себя господь научает нас обращаться к нему как к отцу что теперь мы имеем на это право дерзновение через христа обращаться к нему отче наш притом не отчим мой мы молимся отче наш подчеркивая эту братскую любовь и наше единство между собой как христиан и наше равенство пред богом да в том что мы все равны пред богом как его дети вот такое удивительное начало отче наш действительно это было революционное обращение к богу никогда до этого так никто к богу не обращался а дальше в этой молитве говорится в принципе обо всем что человеку нужно то есть мы говорим о том чтобы имя божие досветиться имя твое чтобы имя божие пребывала в нас и являлась для нас источником света да приидет царствие твое чтобы пришло его царство в наше сердце и на нашу землю и так далее да то здесь все чаяние наши мы просим у бога отпустить нам грехи и обещаем прощать других просим дать нам насущный хлеб что очень интересно насущный то есть не впрок да не как-то еще а именно то что нам нужно на сегодняшний день и просим господа не ввести нас в искушение но избавить нас от лукавого вот это двойное обращение иногда не совсем бывает понятным и воспринимается просто как повторение одной и той же мысли да ну фактически на самом деле не совсем так на это обращает внимание святитель игнатий бренчанинов он говорит что не введи нас в искушение в искушение от наших собственных страстей дело в том что источником наших бед часто являются небесы как мы думаем то есть не нападение извне а нападение изнутри наши собственные страсти наши собственные то есть греховные дурные привычки они нас мучают они нас искушают через них мы искушаемся а вот избави нас от лукавого это уже нападение наружные которые совершаются бесами иногда через других людей иногда через какие-то обстоятельства и так далее то есть избави нас и от этого внутреннего до нападения и внешнего вот так мудро действительно эта молитва содержит в себе вот все исчерпывающее и обращение к богу и благодарность богу и прощение грехов остави нам долги наши окужу местрим дружняком нашим и две главные просьбы даруй нам насущный хлеб не оставь нас насущных нуждах и избави нас от лукавого да от нападения внутреннего и внешнего то есть принципе исчерпывающая молитва под хлебом насущным также конечно подразумевается причащение святых тайн и учение христово которое тоже является хлебом насущным для нашей души нашей духовной пищи и вот должна вам сказать что на сегодняшний день наверное это единственная молитва которая осталась общей для всех абсолютно христиан если бы христиане решили вдруг помолиться все вместе не знаю чтобы там произошло такое да то наверное молитва очень наш это единственное что осталось неизменным уже разошлись традиции в разных конфессиях есть разные свои традиции молитвенные свои молитвы составлены а вот молитва очень наш молитва господня она остается что еще интересно добавить вам что владыка антоний сурожский в своей книге школа молитвы рекомендует нам начать изучать эту молитву с конца то есть он говорит до того чтобы сказать богу честно отец наш до отче наш нужно дойти чтобы не врать богу как он говорит до владыка антоний поэтому начать надо с того что мы осознаем что мы находимся под искушениями и внешними от лукавого и внутренними от своих собственных страстей да и просим бога избавить нас от них то есть осознаем себя болящими потом осознаем причину этих искушений это то что мы не прощаем никому грехов соответственно сами имеем грехи непрощенными потом начинаем понимать что мы зависим целиком и полностью от бога соответственно смиренно просим его не оставить нас наших дневных повседневных необходимых нуждах и вещах и потом уже мы доходим до состояния сказать ему честно отец мой как вы заметили у меня на груди появился микрофончик он не телепортировался это я остановила камеру прицепила его потому что он лежал на столе и я увлекшись разговором честно говоря не обратила внимание что забыла его надеть но я надеюсь что было вполне хорошо слышно и вот заканчивается это евангельское чтение вот такой притчей о человеке к которому приходит друг и говорит у меня друг пришел с пути нечем не его угостить даруй мне три хлеба а уже полночь товарищ его спит давно со своими детьми как раньше спали да на одной кровати и говорит нет не утруждай меня вот я и дети мои мы уже спим отдыхаем и господь говорит как вы думаете даже если он не даст ему за то что он его друг за ней друг ему есть даст за его без безостановочную просьбу за его настойчивую просьбу станет зажжет светильник пойдет найдет хлеб и вынести ему тем более господь даст просящим у него вот на этот момент делают большой акцент святые отцы и филофе филак болгарский и другие говорят о том что господь учит нас здесь силе молитве молитвы и терпению в молитве то что мы частенько хотим получить все быстренько сейчас ну или в каком-то обозримом хотя бы будущем и нам кажется что это для нас жизненно важно может так и есть но господь иногда хочет от нас терпение и хочет от нас именно упражнения в молитве поэтому как говорит святитель василий великий сейчас дайте припомнить он говорит что просите просите даже не час и не два и не день и не месяцы и не трехлетие а всю жизнь просите и получите то что вы просите то есть господь иногда задерживает какую-то просьбу нашу не выполняет ее сразу именно для того чтобы мы упражнялись молитве чтобы больше духовные наши на что у нас духовный чтобы был выше и вот так действительно неужели мы сомневаемся если господь чего-то не дает не потому что он не наш друг или не потому что он нас не слышит потому что значит нам это сейчас не полезно как это не трудно нам принять но нужно продолжать молиться и смиренно просить бога и терпеливо ждать вот чему учит нас окончание это его этого зачала этого евангельского фрагмента ну вот солнышко у нас как вы заметили спряталась и так больше и не выглянуло так что довольно прохладно действительно вот сейчас ощущается прям так вот прямо холодно хочется надеть теплый свитер поверх я поэтому убегаю со своего балкончика с вами прощаюсь мои дорогие мы увидимся с вами в пятницу в выпуске нашего блога святая земля сегодня и вас ждет ну очень большой сюрприз я честно говоря очень переживаю нервничаю не знаю как как вы отреагируете и как вообще все это будет но увидите в любом случае прошу обязательно в пятницу вечером быть у экранов часиков 6 7 мы наверное выложим наш блог и прошу вас поддержать добрыми комментариями то что мы вам покажем и расскажем это будет что-то совсем для вас необычное но вот всего хорошего мои дорогие я желаю вам помощи божьей во всем и до скорой встречи